Здравствуйте! В эфире программа События недели с самыми важными и интересными новостями города. Вас познакомлю я, Ксения Камаворцева. В этом выпуске вы увидите. Планерное совещание, отчет главы города, мошенничество в городе, День войск Национальной гвардии, Школьная лига КВН. Планерное совещание при первом заместителе главы города Вячеславе Мартынове состоялось в минувший вторник. О наиболее важных вопросах расскажем в нашем сюжете. Диплом Министерства культуры Республики Бурятия в номинации «Лучшее культурно-досуговое учреждение, находящееся на территории городского поселения, был присужден к культурно-досуговому объединению нашего города». Большое спасибо за вашу поддержку. Мы очень рады и будем работать все более плодотворно для наших жителей, для наших гостей города. Большое вам спасибо. Такой же диплом получило и художественно-историческое объединение нашего города. В последнее время горожан волнует черный дым, который идет из трубы котельной. Людей очень интересует, в связи с чем такой черный дым идет. Есть возможность пояснить? У нас отработали специалисты Сибирского института системы энергетики. Значит, проведен анализ. Причина в том, что из-за износа обмуровки котлов идут так называемые подсосы в котел, из-за чего сгорающее топливо не успевает прогореть и угольная пыль попадает у нас в дымоходы. Над этой проблемой сейчас работаем. В летний период планируем устранить. Свою работу продолжает благотворительный фонд «От сердца к сердцу». Я хотел бы довести до сведения всех руководителей, жителей нашего города по активизации, пополнению нашего фонда «От сердца к сердцу». Эту работу мы провели в январе-феврале месяце, но это недостаточно. Не все коллективы откликнулись на инициативу по пополнению денежными средствами нашего фонда «От сердца к сердцу». На сегодняшний день у нас чуть больше миллиона. Вот последнее заседание фонда попечительского совета было посвящено такой, знаете, критической ситуации в одной семье. Ребёнка 4 года. Так получилось, что он заболел в раннем возрасте полгода. И полностью обездвижен. Требуется очень серьёзная помощь. Мы выделили 65 тысяч рублей на приобретение коляски прогулочной. Требуется ещё там, где они живут, устройство пантуса. Хорошо, что выделено было на первом этаже. И вот такая помощь нам сейчас необходима. Мы такую же помощь оказали той семье, которая оказалась, ну, вы знаете, в Таиланде. Тоже пошли на встречу. Но там содержание в один день, вы знаете, это всё в соцсетях есть, обходится в 30 тысяч рублей. Чтобы ребёнок был, выжил, по крайней мере. Мы надеемся, что так произойдёт. Но такая помощь, уважаемые жители, руководители, она необходима. Каждодневно практически получается вот так. Это первое такое обращение от имени нашего попечительского фонда, совета фонда и нашей программы. 24 марта считается Всемирным днём борьбы с туберкулёзом. Ну и хотел бы сказать, что основным мерами, способными предъявить распространение туберкулеза, является, конечно, организация раннего выявления больных и иммунизация детского населения. Раннее всевременное выявление больных туберкулеза является это туберкуленно-диагностику детей и фреографическое обследование взрослых. Поэтому здесь всех присутствующих руководителей, призывая в течение этого проведения, этого декадника, дать задание своим кадром и услугам, чтобы отработали персонал по обследованию персонала на проведении фреографии. Несмотря на многократные предупреждения сотрудников полиции о действиях виртуальных мошенников, доверчивые граждане продолжают обманываться. На этой неделе на удочку аферистов попали все организации. 27 марта текущего года в отдел полиции поступили два сообщения от заведующих детских садов города Севербайкальска, которые сообщили о том, что им на стационарный телефон позвонил сотрудник и представился руководителем отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Севербайкальский, который пояснил им, что сотрудниками ДПС были изъяты контрафактные игрушки в крупном размере, которые они готовы предоставить в детские сады в качестве подарка. Но для этого необходимо было заведующим перечислить на баланс сотовых телефонов звонивших денежные средства в сумме 3 500 и 6 000 рублей, а также принести в отдел полиции начальнику ГИБДД дорогостоящие алкогольные напитки. После того, как женщины обратились в дежурную часть, пришли сюда с алкогольными напитками, узнали о том, что это звонили мошенники. По данному факту возбуждены два уголовных дела, проводится проверка и все необходимые процессуальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия на установление звонивших и лиц, причастных к совершению данных преступлений. Также хочу напомнить руководителям, сотрудникам, работникам организаций предприятий, госслужащих, муниципальных образований о положении статьи номер 9 Федерального закона номер 273 о противодействии коррупции. Согласно положению данной статьи, государственные или муниципальные служащие обязаны уведомлять представителя, нанимателя, работодателя, органы прокуратуры или другие органы, государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений является должностной служебной обязанностью государственного или муниципального служащего. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной служебной обязанности, предусмотренной Федеральным законом о противодействии коррупции, является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной службы, либо привлечением к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок уведомлений представителей-нанимателей-работодателей о фактах обращения в целях склонения государственных или муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлении организации проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяется представителями-нанимателей-работодателями. 14 марта состоялся финал Школьной лиги КВН. «Культурный сезон» – такое название носил финал Школьной лиги. По традиции командам предстояло показать свое умение шутить в нескольких этапах – приветствии, штемме и конкурсе одной песни. До финала 2019 дошли три команды – Батрыб-гимназии номер 5, БС – команда Дворца культуры и, рожденный смехом, лицея номер 6. Именно они стали победителями этого сезона. Короче, мы очень долго репетировали, 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 и вот первое место. Мам, я в телеке. Ну, на самом деле, в КВН участвую буквально второй раз, да, и это очень полезный опыт. Во-первых, как капитана команды, так и выход на сцену был очень волнительным. Но когда через это проходишь, понимаешь, что, ну, участвовал не зря. Возбуждением уголовного дела в отношении одного из жителей города закончилась проверка природоохранной прокуратуры. По материалам Севербайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело о превышении полномочий должными лицами органов местного самоправления. В частности, как установлено проверкой, в 2011 году районной администрации местному жителю в аренду был предоставлен земельный участок под сельскохозяйственную деятельность сроком на 49 лет. Вместе с тем, как показала проверка, в действительности гражданину под видом земельного участка было предоставлено озеро, находящееся в местности Губы Большая Коса и расположенное в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Доводы прокуратуры подтвердились материалами проверки, результатами судебной землеустроительной экспертизы, а также подтверждены вступившим в законную силу решением суда по иску природоохранной прокуратуры. Учитывая, что предоставление водного объекта, находящегося в федеральной собственности, не относится к полномочиям органов местного управления, природоохранной прокуратуры материал проверки направлены в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По итогам рассмотрения направленных материалов следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть о превышении полномочий. 19 марта в актовом зале администрации в рамках сессии Городского совета депутатов о результатах деятельности главы администрации муниципального образования город Свербайкальск, рассказал глава Олег Алексеевич Котов. В 2018 году Бурятия вступила в Дальневосточный федеральный округ. Минвосток развитием определены центры экономического роста. По данному направлению от города вошли два инвестиционных проекта – капитальный ремонт школы номер 11 и строительство общежития на 76 мест для Бурятского республиканского техникума инновационных технологий. Также в завершении уходящего года правительством Республики Бурятии было подписано соглашение с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В ходе отчета главы администрации за 2017 год были сформулированы поручения на 2018. В предвыборный период на встречах с избирателями были даны наказы, наибольшая часть которых касалась проблем коммунального сектора, благоустройства города, создания безопасного движения. Все наказы взяты на контроль. За истекших период проведены мероприятия. В части подготовки это к отопительному сезону. Были у нас проведены ремонт теплотрасс в объеме 1300 метров. Также проведены мероприятия по усилению конструкции трубы, домовой трубы. Проведено обследование дома номер 9 по улице автомобилистов. Это наш самый знаменитый дом, который постоянно у нас подтапливался точными водами. На сегодняшний день, пока у нас еще грунт не оттаял, находится на дежурстве. Каждые три часа работники ТЭС проверяют состояние данного дома. Проведены работы по утеплению фасада дома по улице полиграфистов 9. Ну и одно из пожеланий жителей города, это новогодняя елка, которая была в центре города, она также была у нас реализована. Заключен контракт по очистке территории города о строительном мусоре. Общий объем у нас большой, на сегодняшний день только 20% работ выполнено. Хотя мы планировали закончить все работы до 1 мая, но по тому темпу, с которым сейчас работы ведутся, видно, что мы уйдем примерно где-то до 1 июля. Одно из ключевых направлений деятельности администрации города – развитие жилищно-коммунального комплекса. Отопительный сезон 2018-2019 года, он еще не закончился, он проходит. Но уже сейчас можно сказать, что он был сложным. В числе пиковых нагрузок котельное оборудование, отпуск тепловой энергии не соответствовал температурному графику наружного воздуха. Данная ситуация сложилась вследствие значительного износа котельного оборудования и отсутствия капитального ремонта в летний период. Значит, температура воздуха, когда в городе у нас было ниже минус 25, то наши котельные уже не выходили по графику. И максимальное у нас было отставание от графика – это 28 градусов. К теплоэнерго здесь, конечно, вопросов меньше всего, так как действительно оборудование уже давно не ремонтировалось. Второй год успешно реализуется муниципальная программа формирования современной городской среды. За отчетный период подложенной работы по благоустройству городского парка установлены спортивные и игровые комплексы, уличные тренажеры, качели, горки. Проведены работы по ремонту сцены, устройство преждеходных дорожек, выполнена реконструкция памятника воинам-освободителям. Также благоустроено пять дворовых территорий, проведены работы по организации дворовых проездов, установке скамеек, урн и освещения. В целях создания безопасного и комфортного дорожного движения в муниципальном образовании город Севербайкальск реализуется муниципальная программа комплексное развитие транспортной инфраструктуры. В зачетный период проведены работы по ямочному ремонту дорожного полотна на сумму 1,9 миллиона, по устройству четырех пешеходных переходов на сумму 762 тысячи рублей, текущий ремонт дороги по улице Ленина 3,9 миллиона рублей, ремонт дорожного покрытия микрорайона Задичных 2,9 миллиона рублей, по устройству дворовых проездов по улице Труда 2,2 миллиона рублей, по устройству парковки проспект Штатле СССР в районе пенсионного фонда 2 миллиона рублей, по району ремонта переулка Пролетарский в районе Сбербанка 2,4 миллиона рублей, ремонт дорожного полотна района детского сада Золотой Ключ 2,6 миллиона рублей. Задача администрации – осуществлять эффективную взаимосвязь с населением. В данном направлении работ администрации заключается в следующих формах. Так, за 2018 год поступило письменных обращений 584, устных – 432, электронных – 148. Все обращения рассмотрены. В 2019 году нами продолжится благотворная работа по решению поставленных задач на экономический рост и развитие нашего города. Сейчас вашему вниманию представляется информация для собственников и нанимателей жилых помещений, выбравших непосредственный способ управления. Администрация муниципального образования города Севербайкальск обращает ваше внимание на то, что до настоящего времени вами не представлены документы по выбору управляющей организации. В силу части 1 статьи 164 ЖК РФ при непосредственном управлении многоквартирным домом собственником помещения в таком доме заключаются договоры оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества в таком доме с лицами, осуществляющие соответствие виды деятельности, или заключается договор о осуществлении деятельности аварийной диспетчерской службы с организацией, осуществляет такую деятельность. В соответствии с частью 17 статьи 161 ЖК РФ в случае, если собственникам помещений не выбран способ управления многоквартирным домом, либо выбранный способ не реализован, управление таким многоквартирным домом осуществляется управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление предпринимательской деятельности. В соответствии с постановлением правительства РФ номер 1616. Таким образом, в случае нереализации выбранного вами способа, органы местного самоуправления вправе включить ваш дом в список домов при проведении конкурса по выбору управляющей организации. Поэтому просим вас срок до 19.04.2019 года представить в кабинет 111 Администрации муниципального образования города Север-Вайкальск копии заключенных договоров с лицами, осуществляющих соответствующие виды деятельности. По вопросам можно звонить по телефону 2-19-78 или 2-04-14. 55-я очередная сессия Городского совета депутатов состоялась 19 марта. О наиболее важных вопросах повестки расскажем в нашем сюжете. В 2018 году в городе Север-Вайкальск ситуация с управляемыми инфекциями, то есть с инфекциями, которые можно полностью устранить путем вакцинации, остается стабильной за счет осуществления комплекса организационно-профилактических мер по увеличению охвата вакцинаций профилактическими прививками. Показатель охвата составил 98-99%. Таких страшных заболеваний, как краснуха, корь, дифтерия, коклюш, полиомелит не зарегистрировано. Против гриппа в городе было привито 45,6 населения. Эпидемии гриппа зарегистрировано не было. Острыми респираторными инфекциями переболело 5 319 человек. Эпидемиологическая ситуация по инфекциям, передающихся клещами, остается напряженной. Число укусов клещами увеличилось в 1,4 раза и составило 186 случаев. Одной из острейших вопросов республики остается проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой. В республике действующая в настоящее время система водоснабжения республика характеризуется отсутствием очистных обеззараживающих установок, большой изношенности водопроводных сетей, резервуаров, колодцев. На большинстве водозаборов отсутствует зона санитарной охраны и не соблюдает свой режим. Так, в целом, в республике удельное место населения, употребляющее в хозяйственных питьевых целях недоброкачественную питьевую воду по сравнению с 2017 годом уменьшилось в 1,7 раза и составило 6,5%. При этом количество населения обеспечено доброкачественной питьевой водой в городе Северо-Байкальске увеличилось по сравнению с 2017 годом на 12,8%. Количество населения обеспечено условно доброкачественной питьевой водой снизилось по сравнению с 2017 годом на 13,4%. То есть, в целом, 100% нашего населения употребляет воду доброкачественную. При этом, первый показатель до 2017 года у нас составлялся время 100%. Это связано с тем, что в присутствующей организации не в полном объеме осуществлялся производственный контроль, не обеспечивание кратности исследований воды может повлиять также в 2019 году на выделение финансовых средств в рамках реализации федеральной программы экологии по разделу «Чистая питьевая вода», которая курирует федеральную службу. На территории города Северо-Байкальских источников, не отвечаясь, их по лабораторным исследованиям нет, но имеется нарушение требований санитарно-билогических правил и нормативов. К ним относятся отсутствие установленных зон санитарной охраны, необходимых для обеспечения химической и педагогической безопасности питьевого водоснабжения и обеспечения постоянного проведения производственного контроля качества питьевой воды. На данный момент отсутствуют проекты зон санитарной охраны, а также санитарно-билогические заключения на источнике. Ситуация с клещами, вы обратили внимание, что с прошлого года количество вкусных клещей возросло в один в четыре раза. С прошлого года это количество возросло в два раза. Вопрос следующего плана. В предыдущий или один из предыдущих приезда в главу республики было дано поручение по выделению необходимого диагностического, как называется, оборудования для определения типа клеща. И владеете ли вы информацией, на каком этапе сейчас работа данного получения? По данному вопросу, получается, центральным районным больницам был отработан этот вопрос по поручению министра здравоохранения. На данный период времени, в этом году, будут у нас исследования проводиться клещей на базе Нижнегорской ЦРБ. А успеваем ли мы в период активности? Да, они все уже подготовлены, система направлена, все закончено. Еще единственный плюс в том, что чаще всего наше население усадят на территории душкачан. В этом году решен вопрос главы муниципального образования Севербайкальский район по проведению аккорицидной обработки этой местности. Еще один вопрос касался правил выгула собак на территории города. Контроль за соблюдением правил содержания домашних животных в городе Севербайкальск. Что это подразумевает? Правила содержания? Выгула, ТД, ТП, да? Или все-таки? Есть установлены правила содержания домашних животных, которые установлены их содержания, правила выгула, соответственно, контроль за ними возложено муниципальное образование. Не громко. А у нас вышел собачка со своей, которая там двухметрового роста, из подъезда и повел ее выгуливать другим людям под окном. Ему открываешь окно и говоришь, иди отсюда со своей собачкой гулять. А куда ее поведут? Ну уж, наверное, должно быть место. Мы про это тоже говорили. Просто должна быть закреплена ответственность у человека, который понимает. Мы уже тоже про это говорили. Город для людей, а не город для собак. Вот и все. Кстати, я был участником как раз в комитете, когда просто полагали собак. Да, да. Вы основные были, да, и то же самое, взрослый, как у нас. Вот здесь нужно, я с правилами знакомств, наши правила, чтобы были для выгула собак. И если у человека нет перчаток, нет пакетика, идет с собакой, то его привлекает ответственность. Совершенно верно. К большому сожалению, сейчас у нас муниципальный контроль перегружен, в том числе, что там один сотрудник ногу сломал, а второй с мусором постоянно. Но это, конечно, наша обязанность. Мы наведем в этом деле порядок. Сначала мы начнем информационную работу, чтобы люди донести. Потому что перчатки, я думаю, купят, ни у кого трудно. Во всем мире пакетик, собачек. Да, и все. И тут никаких вопросов нужно приучить. Конечно, за первый год не получится. Будут скандалы, будут жалобы. Подводя итоги выполнения наказов избирателей, полученных в 2014 году, а всего их было получено 34, Олег Федорович Усынин докладывал, что из 34 наказов выполнено или находится в работе 26. Восемь наказов не выполнены или требуют корректировки как по формулировке, так и по источникам финансирования или срока. Номер 7 по бане. Наказ выполнен, я считаю, значит, так. Мы будем ежегодно софинансировать деятельность бани. По созданию МФЦ наказ выполнен. Наказ номер 10 по оборудованию пантусами тротуаров. Алексей Владимирович. Алексей Алексеевич, хотел обратить внимание, абсолютно копеечный вопрос. Местами выпали пусты тротуаров у нас, где заправляют картриджи, допустим, там пусты нет. Ну, буквально там 10 плит, еще что-то. То есть я предлагаю создать либо комиссию, либо я сам лично с Вячеславом Александровичем могу прогуляться по городу, посмотреть. Вопрос пустяковый, но он благоприятно влияет на удобство передвижения наших граждан. Те пантусы, которые сделали, я думаю, все отметили функциональность и удобность, действительно. Конечно. И коляски, и ходить удобно с бордюром на бордюре. Номер 24 по устройству пешеходных переходов в микрорайон Заречный. Мы выезжали вместе комиссионно. Вот тогда, значит, так с депутатом городского совета Крудининой и работниками ГИБДД. Они сочли работники ГИБДД невозможным устанавливать там пешеходные переходы. Номер 25 наказ по установке и ремонту светофоров. Работы выполнены, затрачены 700 тысяч рублей, в принципе, на установку телефонов. И, вернее, светофоров и на замену ламповых светофоров на светодиодные. Все эти работы выполнены. Номер 26 пункт 3 устройства перехода в районе магазина Мельник. Этот наказ выполнен. Номер 30 по безнадзорным животным, значит, так. Ну, у нас ставился наказ, это об открытии приюта. Приют есть, сейчас отводится ему новая земля. Номер 32 наказ по установке автобусных павильонов. Павильоны установлены. Работа эта будет продолжена. И хорошие павильончики должны у нас установиться на проспекте Ленинградском. Номер 33 наказ устройств искусственных неровностей. Ну, тоже на это мы установили 10 неровностей. Эти работы будут продолжены. Тоже средства пошли немалые. 27 марта свой праздник отмечают военнослужащие и войск национальной гвардии. По традиции, в войсковой части 76-28 прошли праздничные мероприятия, посвященные этой дате. Военнослужащие были отмечены грамотами и благодарственными письмами. После внимания зрителей был представлен концерт с участием оркестра войсковой части. Служить войскам прославленной России и сделать честь и призвание бойца. Отком закон моей солдатской жизни. Такой наказ служит, куда от моего отца. Указом президента России Владимира Путина 27 марта установлен как День войск национальной гвардии. В задачи новой структуры входит охрана важных государственных объектов, участие в охране общественного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом. 16 января 2017 года указом президента Российской Федерации 27 марта определен как День образования войск национальной гвардии. Вообще историю войска берут с 1811 года, когда указом императора Александра I была образована внутренняя стража. На протяжении 208 лет войска выполняют в принципе одни и те же задачи. Самая главная задача это выполнение мероприятий по охране прав и свобод человека и гражданина. На данный момент наши войска являются войсками правопорядка и предназначены для борьбы с внутренними угрозами. В этот день хотелось бы поздравить ветеранов войск национальной гвардии и внутренних войск, пожелать им здоровья, внимания, тепла и побольше участвовать в тех мероприятиях, которые предназначены для подъема патриотизма у нас в войсках среди молодежи. Жителям города Севербайкальского и Севербайкальского района хотелось бы пожелать благополучия и мирного неба над головой. Севербайкальского района Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова